Седьмая глава породила много вопросов, а что это было? Куда любопытнее не то, что от нас снова спрятали будущих персонажей в секретной комнате, а то, что кого-то из них нам показали сразу же. Будь здорова, меня всё ещё зовут Павел Князич, и это очередной бан-бан с очередной головой. И на этот раз от нас спрятали новых персонажей. Ну как спрятали? У нас есть секретная комната, нам показали как бы нового персонажа и в самой игре, и в новом официальном тизер-трейлере. Да, не в тизере обычном, а уже в тизер-трейлере. Тизер решили почему-то пропустить. Да, всё-таки разработчики начали нарушать свои же традиции. То третий тизер-трейлер выложит к седьмой главе, то сейчас сразу же официальный тизер-трейлер к восьмой. Хотя он получился достаточно странным. Такое чувство, что вся суть сюжета заключается в том, что бан-бан держал своего деда в шкафу. Ну, как говорится, у каждого в шкафу есть свои деды. Я уж не говорю о шутках про Казахстан, которые заполонили мне комментарии под прошлым роликом. Хватит, пожалуйста. Ну и мы здесь с тобой рассмотрим не только дедов, не только нашего бан-бана казаха, тьфу, блин, но ещё и остальных. Кому-то это может показаться шуткой, но за ней скрывается большая и удивительная история. А также нас ожидают и другие персонажи, которые будут либо нашими союзниками, либо противниками, то есть боссами. А кто из них кто, догадаться весьма сложно. История с Хирургом нам показала, что не всё так однозначно. Сначала он может быть боссом, а потом и нашим другом. Затем он снова покажет своё животное нутро. Но даже тут наверняка сказать нельзя. Всё-таки Хирург плохой? Я уж не говорю о других, которых не было полноценно в самой игре. Ну а перед разбором я тебе снова рекомендую подписаться на мою телегу, ведь там я выкладываю анонсы не только своих видео, но ещё и по играм, анимациям и так далее. Так что тебе будет весьма полезно быть подписанным на моей телеге. Ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Ещё хотелось бы немного взглянуть на официальный тизер-трейлер, а что же там всё-таки показали? И я даже тут не перестану повторять, а где же пятая глава? Я даже не знаю, как она будет восприниматься после всех произошедших событий. Поначалу вроде как планировалось, что пятая выйдет как предыстория. А уж будет это заключением, или главы так и будут продолжать выходить без пятой? Вопрос риторический. И тем не менее, перед нами тот самый шкаф с дедом Банбана. Его отпирает красный Банбан, который как-то заметил, немного поменялся. А ведь именно в таком виде его показывали в официальных тизер-трейлерах к седьмой главе. И многие подумали, что Банбан мёртв, но он главный герой погибнуть не может. Как так? И всё-таки он жив. Я думаю, весь фокус в том, что Банбан залечил себя гиваниумом. Причём мы видим уже не раз, как персонажи погибают, и тут неожиданно появляются снова. Это может говорить о том, что практически все монстры бессмертны, потому что они сделаны по факту из гиваниума. И даже если их сильно покалечит, они себя смогут вылечить, поскольку у них сверхрегенерация, благодаря гиваниуму. А значит, кстати, и Биттер Гиггл тоже может выжить. Далее она показывает полную картинку, состоящую из персонажей, мы её видели в конце седьмой главы, и почему-то красный Банбан был заменён на синего. Оказалось, что это всего лишь наклейка, сзади которой был синий. Нам показывают снова изображение, состоящее из других персонажей, я так понимаю, из самых первых. И сейчас перед нами открылся секрет, а что же это было за музыкальный монстр за стенкой. А это и был Банбан, играющий на гитарке. Если честно, это один из тех моментов, которые я вообще не понял. Нет, если до этого у меня насчёт трейлеров, тизеров, тизер-трейлеров были какие-то догадки, то сейчас я даже предположить не могу, а что это было? Что нам показали? Почему вместо обычного Банбана вдруг неожиданно оказался синий? Меня меньше всего волнует то самое старое изображение как бы с первыми монстрами, и по моему мнению, это были тестовые эксперименты, которых просто забыли на самом нижнем уровне. Причём намеренно забыли. Видимо, потому что учёные поняли, что они бессмертны. А теперь конкретно. Фламбо. Именно так зовут нашего родственника из Казахстана. Ладно, это была последняя шутка. Но это имя, видимо, как и сам персонаж, прошёл огонь и воду. Потому что имя Фламбо появилось не на пустом месте. Именно нашего красного Банбана раньше называли Фламбо. И может быть одно из самых первых названий игры не детский сад Банбана, а Фламбо и друзья. На что есть, кстати, отсылка в самой седьмой главе. Но там почему-то Фламбо красный и вообще точь в точь как наш современный Банбан. А это вообще совершенно другой персонаж. Похоже, это старая версия Банбана, которого, кстати, называют ещё и оригинальным. И поэтому его имя предположительно и есть Фламбо. Из нового тизер-трейлера мы узнаём, что сам Фламбо существует. Не как рисунок, а как персонаж. И всё это время он находился в шкафу? Всё это время он где-то прятался? И зачем-то он понадобился Банбану? Запутанная история года тут можно сколько угодно. Но сам факт существования этого персонажа уже поражает. Может быть здешние учёные сначала хотели воссоздать синего Банбана, то есть Фламбо, назвать своё скромное заведение с монстрами Фламбо и друзья, судя по постеру, а потом подумали и решили сделать его красным. Но что-то они сильно заморочились и сделали совершенно нового монстра. А старого либо решили оставить, либо он сбежал, не зная своей дальнейшей участи. А вдруг из-за нового Банбана его посчитали бы бесполезным и решили бы убрать. Вот поэтому он и спрятался в шкафу. Даже интересно, какое значение он имеет для сюжета. Ну, посмотрим. Брушиста. Этого персонажа так просто не заметить, его нужно искать в секретной комнате. Перед финальной битвой мы идем назад-назад-назад-назад и ищем эту секретную комнату. В лаборатории у хирурга, которая была в начале, есть дверь, а в ней ключ. И он как раз от секретной комнаты. Там мы и встречаем нашего муравьеда, которого зовут Брушиста. Как всегда с философскими фразочками, жизнь, она как холст. Одна неправильная ошибка, и все испорчено. Ну че, жиза от муравьеда, а кто-то ожидал че-то другое. Кстати, Брушиста уже был известен как персонаж до этого, но предполагалось, что это будет пчела или оса. Решили остановиться почему-то на муравьеде. Но я в принципе не против. Пол этого персонажа пока что неизвестен, но мы уже знаем, что он принадлежит к некой подземной семье. А подземная семья это все монстры на данном изображении. На нем, кстати, Бан-Бан. Пока что нам это ни о чем не говорит, что за подземная семья, но я опять же предполагаю, что это самые первые монстры. Хотя для первого монстра Брушиста выглядит весьма удачно. Еще одна такая особенность Брушистой, да и всей подземной семьи, это то, что на них не действует скипетр. Но не на всех. В той же секретной комнате показаны персонажи, у которых есть иммунитет. Но почему-то Бан-Бана среди них нет, хотя он выжил после схватки А вот кто-то даже из подземной семьи был. Допустим, Китти Завр. Но видимо у каждого тут свои особенности. Из седьмой главы мы узнаем, что недостаточно владеть просто скипетром. Для этого нужны какие-то уникальные способности. У Сера Дададу и у Королевы Баунселии они есть. Но вот Королева Баунселия уже не относится к подземной семье. Да и судя по таблице, скипетр тоже на нее может воздействовать. Как и на Сера Дададу. Думаю нам предстоит узнать еще многое. В игре также упоминается таинственный ребенок обезьяна. Но кто же он такой? В комментариях мне начали писать, что это Капитан Фиддлс. Но каких-то четких параллелей провести сложно. Однако есть кое-какая деталь указывающая на то, что ребенок обезьяна и Капитан Фиддлс это один и показана детская площадка вроде как сам ребенок и существо болтающее ножками по форме очень похожее на Капитана Фиддлса. Возможно это он и есть. А в отчетах о ребенке обезьяне сказано, что он неплохо ладит с детьми. И вообще кейс презентован и является удачным экспериментом. Но почему у одного и того же персонажа два разных названия хороший вопрос. Но явно речь идет о Капитане Фиддлсе. И все встает на свои места как только мы видим данную кассету. Но это не все. Я как-то упоминал уже этих персонажей, но они до сих пор не появились в игре. Ни как отсылка, ни лично. Вернее отсылка-то на них была мимолетная, причем давно, в третьей главе. Но многие либо ее просмотрели, либо забыли. Это разноцветные джамбо-джоши. И у них есть даже своя секретная локация. Супер секретная джамбо-джошевская гостиная или супер-секретный джамбо-джошевский лаунж. Правда, на этом постере показаны далеко не все. Есть еще помимо желтого брата, зеленого брата и синего брата, пурпурный брат, оранжевый брат. И вообще, как-то разработчики выложили полное изображение со всеми монстрами. Ну, почти. И там были как раз эти разноцветные джамбо-джоши. Куда они делись? Почему за всех отдувается только зеленый? Непонятно. Также неизвестно, насколько вероятно появление этих братиков. Но, судя по всему, разработчики допускают их существование. И раз уж у нас есть старый бан-бан, запертый в шкафу, чё бы нам не посмотреть на этих братов-акробатов. На них же была прямая отсылка в третьей главе. Ну что ж, а какой персонаж понравился тебе? И кого бы ты хотел увидеть в следующей главе? Напиши в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов, на мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал тоже подпишись, все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя где-нибудь на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok